Здравствуйте, дамы и господа! Рад приветствовать вас на онлайн-встрече компании Sky World Community. Презентация с любовью о технологии, которая меняет наш мир уже прямо сейчас, руками прекрасных людей, единомышленников, людей, которые готовы заботиться о всем своем прекрасном доме планеты Земля и действительно вершить положительные изменения на нашей планете. Оказывается, нас очень много, очень много. И сейчас, на 14 этапе, на котором мы находимся в нашем проекте, из 15 нас уже более 500 тысяч человек из 200 стран и регионов мира. Мощнейшая сила, которая объединилась вместе для того, чтобы создавать инновационные экологические технологии. И сегодня я вам расскажу, что это за технология, что это за компании, как и зачем каждому человеку узнавать об этом и как люди могут участвовать в этом. Но поскольку за час я не смогу передать вам абсолютно всего, я прошу вас изучить еще одно видео, когда у вас будет на это свободное время. Интервью с Анатолием Юнистским об итогах 2021 года, о коммерческих проектах, контрактах и финансировании. Ссылку вы найдете в чате, она уже там стоит, вместе с моим контактом. На случай, если у вас появятся вопросы, там корпоративная почта указана, и вы можете, так скажем, задавать свои вопросы. Если вам что-то непонятно спрашивать, я постараюсь всеми своими знаниями, ответить вам на них и помочь найти источники, откуда вы можете черпать, так скажем, те знания, которые вас больше всего интересуют. Потому что проект большой, уже более пяти лет я изучаю Юницкого и его технологии и понимаю, что знаю не больше половины. просто прочитать. А он же еще и умудрился это и создать, придумать, изобрести, просчитать, не только, так скажем, выписать с памяти. Поэтому всем желаю приятного изучения, потому что он Леонардо да Винчи нашего времени. И это единственный ученый, который сейчас предлагает комплексное решение, как человечеству жить дальше в доме планеты Земля вместе с другими 12 миллионами живых видов организмов. Ведь человечество, в коем мы с вами являемся, это всего лишь один вид из 12 миллионов. Представляете, какие большие у нас содружества соседи здесь. Мы просто самые влиятельные и на нас самая большая ответственность. Давайте познакомимся. Меня зовут Артем Курбанов. Я из города Даугурпилс, из Латвии. И в один момент я начал интересоваться, как же можно находить таких же единомышленников, как я, которые хотят улучшать мир вокруг себя и действительно глобально влиять. И как находить такие сообщества и проекты международного масштаба. Потому что если локально что-то менять. Во всем мире это не изменится. Но если множество людей внется в общем деле планетарным, то это может действительно привести к огромным изменениям, может быть, даже и не на моем веку, но через поколение, через несколько поколений. Хотелось бы, чтобы на нашей Земле был рай. Потому что такие моменты и такие мгновения, такие виды на Земле я уже видел и чувствовал, и понимаю, что именно от нас зависит, какой будет наш дом. Однажды я узнал о проектах, которые создаются международно. И изучив сотни подобных, нашел лучший, самый актуальный, самый эффективный, самый прибыльный, самый полезный, который влияет на больше всего живых существ на нашей планете. И именно сегодня о нем я вам расскажу, потому что он уже подходит к финишу. И я старалась максимально изучать его глубоко для того, чтобы можно было передавать эти знания другим людям. Как и каждый человек на планете сейчас может делать это и получать огромные вознаграждения. Вообще связано с этим проектом и с подобным видом развития технологий и компаний есть очень много плюсов. Это коммуникация 21 века. Интернет дал нам фантастические возможности, чтобы мы связывались вместе, чтобы мы объединялись. И сейчас все эти побуждающие факторы, которые могут, так скажем, быть интересны вам, они все есть в данном проекте. И каждый из них вы можете удовлетворить, развить в своей жизни и в жизни своих близких или знакомых с помощью компании Sky World Community. Поэтому, если вам понравилось, присаживайтесь поудобнее. Возьмите кружечку чая или кофе, водички и будьте открыты новому миру, потому что мы создаем его вместе. И не то, что это концепция или идея. Нет, мы заканчиваем 14 этап из 15. Более 80% всей технологии сертифицированы. И она будет подходить для всех уголков нашего мира. Потому что Анатолий Эдуардович сделал ее максимально гибкой. Ведь подумайте, нас 8 миллиардов человек и мы заселили всю планету. Везде. Мы. И одна из вещей, которая нам необходима, это быстрое перемещение. Быстрое перемещение грузов и пассажиров. Это та возможность, которая даст людям огромное ускорение их жизни. Потому что, представьте, если мы будем передвигаться по городу 150 км в час без пробок вообще, мы будем моментально добираться до нужного своего дела, быстро делать его и двигаться дальше. А со скоростью до 600 км в час на скоростном транспорте мы можем за один день успеть поработать в нескольких городах или даже в нескольких странах и вернуться в этот день домой, к своей семье. Представляете, как возрастет возможность каждого человека. То есть, если не индивидуально какой-то транспорт, который ускоряет только одного человека или одну семью, а транспорт глобальный, планетарный, который будет помогать всем городам, всему населению планеты и никак негативно не будет влиять на все остальные живые виды организмов. Анатолий Эдуардович всю жизнь уделил науке, развитию, технологии, пониманию этого мира и того, как в содружестве с ним существовать. И это заметно во всех его работах. Потому что философия Юницкого, отношение к нашему дому прекрасному, что за ним нужно ухаживать, что его нужно развивать, то, что нам наша планета досталась не в наследство от наших родителей, мы можем делать с ней что хотим, мы берем ее взаймы у наших детей. От того, как мы будем использовать планету, ее поверхность, воздух, ресурсы, зависит, какую планету, какой дом мы передадим следующему поколению. И как в нем можно будет развиваться, насколько комфортно, безопасно, экологически чисто, удобно и эффективно можно будет жить на данной планете. И все технологии Анатолия Эдуардовича нацелены на максимальный комфорт, на максимальное благополучие и изобилие. Высокие скорости. Я бы даже сказал, очень высокие скорости. Потому что одна из разработок, которой, кстати, заинтересованы Объединенные Арабские Эмираты, это передвижение фар-вакууми до полторы тысячи километров в час. А сейчас наш проект как раз одна из задач для того, чтобы завершить 15-й этап и выйти на самофинансирование, необходимо скоростной транспорт, который сможет передвигаться между городами до 600 километров в час. С этой скоростью действительно мир перейдет на новую ступень, на новую скорость развития. Ведь Unisky String Technology технология, то есть UST, наша компания, это самое оптимальное, самое эффективное и самое безопасное транспортное средство по всем характеристикам. Особенно по безопасности. В 2000 раз безопаснее, чем автотранспорт. Потому что транспорт находится на втором уровне. Освобождая всю площадь первого уровня для флоры, фауны и пассажиров. Делая ее безопасной. И мы сможем гулять по нашему дому, по первому уровню, по самому живому, где столько прекрасной растительности, животных, с нашими детьми, с нашими домашними животными. И не волноваться о опасном автосообщении. Потому что, как когда-то телефоны мобильные пришли на помощь пейджерам, так скажем, сначала дали новые какие-то функции, а потом это оказалось просто удобнее, и люди выбирают то, что им удобнее. Так и тут. Те транспортные средства, которые есть сейчас, транспортные отрасли. Со временем люди все больше будут выбирать использование струнного транспорта второго уровня, нежели другие виды. Потому что это просто быстрее, удобнее, проще, приятнее, эффективнее, безопаснее. Представляю, и быстрее. И Анатолий Юницкий не просто так об этом говорит. Он свои научные работы, свои изобретения уже более 40 лет представляет миру. Но в эру нефти, конечно же, закрывали глаза и уши, не давали слушать, не давали говорить, потому что слишком большие изменения на планете будут. Слишком большая свобода людям достанется, и кто-то потеряет огромный бизнес, потому что большинство наших бизнесов сейчас, транспортных, основаны на нефти. И кто-то очень не хочет, кто владеет этими прибылями от этих бизнесов, чтобы такая технология, особенно которая еще принадлежит народу и кормит народ, и является, при том, что она суперэффективная, но ресурсов потребляет меньше всего, чем все остальные транспортные отрасли. Даже при этом максимально останавливают, максимально останавливают развитие. Хотя мы видим сейчас, что нет ничего мощнее, чем сам народ. И эти полмиллиона человек за пять лет, можно сказать, создали огромнейшую компанию с заводами. Но, конечно, это, так скажем, уже заслуженная награда для Анатолия Эдуардовича, потому что около семи раз он пытался продвинуть технологии ЭКОМИР в разных участках и в разных регионах. И именно сейчас, в 21 веке, с помощью народного финансирования, с помощью именно людей, которые и главные потребители его же технологий, для которых более всего важно, именно для них этот человек всю жизнь изобретал, улучшал и сделал действительно очень много, более 200 научных работ, более 150 изобретений, более 20 монографий, несколько грантов ООН и его технологии, как и десятки лет назад, опережали этот мир, так скажем, так и сейчас, конкретно как будто из будущего он это берет. Хотя он уже предлагает это десятилетие. Стоит просто поизучать на сайте unitsky.engineer. Там есть, начиная с 66-го года, если я не ошибаюсь, рабочие уже выкладки и его проекты с полным описанием. И даже есть и с формулами, то есть можно это проверить, просчитать. Хотя есть премия мира, которая в 2018 году от научного сообщества, от социального сообщества, то есть приняли его технологии, не только первую, которую мы реализуем сейчас, а целую серию технологий, весь эко-мир, комплексный подход на то, как людям жить в ближайшие сотни, а может даже и тысячи лет. И это все делает гениальный ученок. Поэтому, дамы и господа, пожалуйста, развивайтесь, интересуясь. Зайдите на сайт unitsky.engineer и вы увидите, как развивалось это будущее, которое сейчас мы успешно реализуем. Потому что следующие проекты не за горами, они уже очень скоро. И возможности компании Unisky Streaming Technology безграничны. Она может занять до 50% транспортного рынка планеты в этом веке. Потому что мы можем перевозить в любые, так скажем, уголки нашей планеты, на любых участках, в любой температуре. И грузовой транспорт, и грузовые, так скажем, составы, и пассажирские. И для последнего километра, там, где всего несколько людей, или сотня, или несколько десятков жителей в деревне, до мультимиллионников, где огромные заторы, по 20 миллионов или более человек в городе, и необходимы большие транспортные средства с большим пассажиропотоком. И представляете, Анатолий Эдуардович планировал все так, что за эти, за этот маленький промежуток времени, с момента начала нашего проекта, настолько разнообразные виды транспорта и трасс представил Анатолий Эдуардович. И просертифицировал их, модернизирует, демонстрирует, испытывает и сертифицирует. И, конечно же, очень приятно, что расширяется компания. Огромное количество работников, под тысячу работников уже было на нашем предприятии. И которые, то есть, потрясающая научная школа, потому что Анатолий Эдуардович делает, так скажем, на передовом уровне. Мы, наши заводы, оснащены просто фантастическими станками, 3D-принтерными, лазерными резками, некоторые станки по полмиллиона долларов. И то есть, возможности реализации, как мы видели уже, или как вы еще увидите из видео, которое я вам порекомендовал в начале, об итогах 2021 года, мы уже даже сделали сторонний проект, поскольку финансирование нашей технологии, оно не совсем линейное, не совсем постоянно, оно меняется, когда-то больше, когда-то меньше, зависит от людей, которые помогают финансировать ее, для ее развития. Даже сделан проект, так скажем, в России не смогли реализовать, то есть спроектировали электромобиль, интересный, очень красивый, но сделать не смогли, и заказали его у нас. Мы сделали целую, так скажем, линейку транспортных средств по заказу от России, и выполнили просто потрясающе, на максимально высоком уровне, насколько это возможно, при том, что до этого никогда подобных дел не делало наше производство. То есть наше производство и наши механики, инженеры, конструкторское бюро готовы уже до такой степени, что они могут делать самые передовые технологии, самый передовой продукт, особенно связанный с электротранспортом, либо с экологическими технологиями. Мы, можно сказать, впереди планеты всей, и работая в 3D Experience, работая с партнерами, и даже сами работники могут быть в разных странах, но работать в общей системе, в общее благо. То есть международный, планетарный проект, планетарная технология, и мы совместно сейчас, уже можно сказать, заканчиваем первую, первую, финансирование первой технологии, сертификацию первой технологии, из целого ряда Анатолия Гвардовича. И, конечно же, в Белоруссии, я думаю, что многие знают и видели, что насколько сильно развился наш экотехнопарк, и что множество делегаций туда приехало, множество испытаний, и сертификатов проведено и получено там на территории экотехнопарка в Марьиной Горке, 60 километров от Минска. Но сейчас же и происходит то же направление и в тропическом исполнении. Юниска Стрин Технологии, так скажем, первый рабочий комплекс уже получил свою сертификацию, уже катает людей, и даже мне удалось уже несколько раз за последний год прокатиться на транспорте в тропическом исполнении. Потрясающее ощущение. То есть тут у нас в Белоруссии умеренный климат, там тропический климат. Сейчас Анатолий Эдуардович презентовал, так скажем, развитие арктических регионов, либо регионов вечной мерзлоты. Что можно делать, как можно использовать, что это достаточно стратегический ресурс, который может быть очень полезно использован для всего мира, и особенно, например, как в российской части, для России. Но в тропическом исполнении у нас очень серьезные партнеры, очень серьезные страны наблюдают за сертификацией и более 50 делегаций и приехали за только последних, можно сказать, полгода, чуть больше, 7 месяцев с момента, как началось Экспо-2020, на которой мы тоже были с самыми, так скажем, активными партнерами и более чем из 20 стран мира, с разных континентов, которые приехали туда, чтобы увидеть, насколько же здорово и, так скажем, масштабно идет реализация нашей технологии в Объединенных Арабских Эмиратах. Там мы работаем на официальном уровне с Министерством транспорта. И это как бы самая главная вещь, которая необходима, сертификация. То есть весь проект больше всего основан на сертификации. А для этого необходимо собрать средства, построить определенные здания, купить определенное оборудование, протестировать, продемонстрировать, испытать и просертифицировать. В этом процессе Юницкий очень хорошо справляется. И именно поэтому мы сейчас уже и на 14 этапе из 15. То есть, дамы и господа, перед вами почти готовая технология, которая еще не закончила полностью проект развития, но уже настолько серьезно себя показала, что с ней на официальном уровне работают и уже у нас есть первые адресные проекты, в которых уже идет предпроектные работы. Возможно, где-то уже и другие стадии наших проектов начались. Пока мы знаем, что они есть, но именно конкретно информацию не выдается. Когда мы начали работать с Соединенными эмиратами вообще поменялась немножко стратегия работы, раньше для лучшей популяризации вот что-то начинается делать, уже говорили, а сейчас все на такой стадии важной, что сначала делают, а потом уже представляют готовое, чтобы это уже нельзя было изменить, нельзя было никакие палки в колеса ставить, потому что антипропаганда и работа со стороны как они себя считают, наверное, конкурентов, изменяет способы работы, как стоит работать для того, чтобы все было в безопасности, потому что как минимум один проект таким способом можно сказать был потерян, неизвестно, конечно, что получилось бы, но негативное влияние, как только объявлено было несколько лет назад, что очень заинтересованы в определенное место в нашей технологии, сразу же туда посыпались, вот не верьте им, у них ничего, не получится, это все нереально, хотя здесь есть сертификаты, можно приехать и проехать по этому утру, можно почувствовать собственным телом, потрогать собственными руками то, насколько это все реально, насколько это работает, и я вам скажу, дамы и господа, как изменилась скорость с момента октября даже до марта, в октябре, когда у нас был прокат на данном транспорте и в марте вот в этом VIP-исполнении Unicari скорость была уже действительно высокая и моментально ты с одной станции на другую перескочил. Это наше будущее, будущее нашей планеты, новый пассажирский транспорт, представляете, вы везде по городу сможете перемещаться, причем и не только в новых городах, в существующих городах. Эта трасса старается, нужен минимальный землеотвод, то есть минимум ресурсов, минимум времени, минимум человеческого ресурса на установку этого всего и полная автоматизация закрывающей технологии, освобождающая человека, так скажем, для того, чтобы он творил, для того, чтобы у него было больше свободного времени изучать, создавать, созидать. И этот пассажирский транспорт максимально широк в своем использовании, то есть от маленьких, так скажем, транспортных средств на два человека до составных по 25 мест в каждом, там, 7 штук вместе, то есть 175 пассажиров, например. Пассажиропоток может быть рассчитан так, как необходимо. Здорово то, что уже в существующих городах мы сможем ставить эти трассы так, как нам нужно, не так, как идут кварталы, а они могут быть по диагонали квартала, наискосок квартала, под углом, проходить сквозь здания, то есть с учетом всей информации о загруженности автотранспорта, то есть когда люди сидят сами за рулем, общественным транспортом, по всей этой информации, и у нас сейчас спутники, геокарты, можно определить, где, какие маршруты, самые необходимые, и именно там добавлять просто несколько трасс, даже в один город, одна трасса может сильно его изменить, разгрузить, убрать загазованность, убрать аварийность очень высокую, убрать низкую скорость передвижения по городу, особенно в час пик, то есть потрясающее количество очень полезных характеристик может принести даже одна трасса в уже существующий город, вот. В Дубае очень серьезно смотрят на подобные технологии, потому что наша линейка и возможности, например, пассажирского транспорта, они действительно очень высоки, практически доходят до пропускной способности метро, а это очень много и очень опасно метро для здоровья человека. Здесь же Анатолий Эдуардович изобретает лучшее для нас и представляете, за пять лет некоторые компании делают даже от пяти до десяти лет могут сделать одно транспортное средство для уже существующей дороги, например, такой как пикап и потратить от миллиона, от миллиарда до двух миллиардов, долларов от разработки до выхода на рынок. Мы за полмиллиарда, за пять лет сделали двенадцать видов транспортных средств, панделий, то есть некоторые даже в нескольких экземплярах, еще в 3D-среде несколько разработок и плюс к этому еще и сами дороги и не одну, а множество видов, более семи, которые постоянно развиваются, улучшаются, так скажем, поколение за поколением, Анатолий Эдуардович делает все лучше и лучше с учетом того, как шагает наша цивилизация в своем развитии. То есть любые решения по пассажироперевозкам будут удовлетворены в 21 веке с помощью струнного транспорта Анатолия Эдуардовича Юнинского. Самые маленькие деревушечки и такой может быть транспорт до 2000 метров со специальным использованием, с колстюминговой трубой. 2000 метров между опорами. То есть можно будет в любое место, куда нам необходимо, куда даже сейчас добраться трудно, можно будет построить дорогу и жить там припеваючи с прекрасным, безопасным сообщением. Любые туристические пути, как юнибайк. Наши юнибусы монорельсовые или можно будет делать бирельсовые. Юникары разносекционные могут быть составные из нескольких секций и могут составляться еще из поездов. То есть любой пассажиропоток для любого города можно будет обеспечить. Ну и тропическая версия. Конечно, ехать в нем это просто фантастика. Едешь, летишь, на транспорте, можно сказать практически, над струнами. И вокруг тебя волны такие. В одну сторону смотришь, наш экологический дом, цветущий, такой Эдемский рай. И с другой стороны волны желтого, такого золотистого песка. Барханы. Потрясающе выглядят. И эта технология там, то есть ты в безопасности. Тебе не жарко, тебе нету этого постоянного песка. полный комфорт. То есть именно поэтому Арабские Эмираты и решили работать уже так заранее, так скажем, выделить землю очень дорогостоящую для того, чтобы мы развивались и на их территории тоже. То есть они видели, что готов Анатолий Эдуардович к разным условиям, нужно было только показать. И сейчас мы действительно это показали, получили сертификаты на тропический транспорт, на первый вид тропического транспорта и развиваемся дальше. То есть мы доказали, что у нас есть решение для тропического климата и теперь с удовольствием будем двигаться в развитии с этой страной дальше. Ну и, конечно же, Юнилёд. Пятнадцатый этап. А то, чего я жду, наверное, больше всего сейчас, это передвижение до 600 км в час. Безопасное, экологичное, междугородное передвижение. Потому что возможности с помощью таких транспортных средств, возможности человека выйдут на абсолютно новый уровень. И это всего 5 тонн будет стоить, как джип, такой транспорт, но будет давать невероятное количество пользы и качество этой пользы для каждого человека, который сможет воспользоваться данным транспортом. А трассы сейчас будут распространяться очень быстро, потому что заводы есть, опыт уже строительства набирается, и нужно будет только расширяться, расширяться и еще раз расширяться. Потому что трассы будут отданы, так скажем, в пользование по минимальной цене. Но каждый год мы будем обслуживать эти трассы, наша компания будет обслуживать, и каждый год мы будем получать дивиденды с каждой из таких трасс. А их будут точно больше десятка тысяч на нашей планете, потому что Анатолий Эдуардович предполагает, что за 21 век можно более 20 миллионов километров дорог построить таким способом. Это 150 лет где-то назад мы кирками и лопатами человечество строило в каких-то местах по 30 километров дороги в день, железнодорожной. Представляете, с такой автоматизацией, с искусственным интеллектом, такими станками, роботами мы можем строить очень много и очень быстро, быстро перестраивать инфраструктуру своих городов именно в то направление, чтобы жить припеваючи в благополучии и изобилии. И это все возможно с технологиями Анатолия Эдуардовича. Но и не будем забывать про самый дорогостоящий бизнес в мире. Плюс к тому, что мы спасаем планету, даем огромные возможности всем людям, даем действительно просто транспорт везде, даже там, где его сейчас просто по деньгам невозможно поставить, либо технологически. А теперь со струнной технологии там и по деньгам, и технологически можно построить транспорт. Но самый дорогостоящий бизнес это грузовой. Это грузовой транспорт, который, так скажем, переймет на себя практически всю грузоперевозку на планете. От портов, например, где он может забирать уже трасс, до городов, между городами, между континентами, даже под водой, между, так скажем, под нашими морями и океанами. То есть грузовой транспорт разных видов, например, как для разработок, для месторождений, где лента идет, чтобы, например, какую-то руду переправлять из одного места в другое, длительные, так скажем, пути. То есть они будут стоить очень-очень мало, но будут давать фантастическую эффективность, потому что на обычном, на железной дороге, вертолете, либо на автотранспорте не забрать эту руду, не забрать какие-то ископаемые для того, чтобы человечество могло ими воспользоваться. Также штучные грузы, жидкие, сыпучие грузы смогут перевозиться с помощью юнитрака монорельсового либо берельсового. Ну и, конечно же, юниконты, подвесные, навесные. То есть транспорт, который может брать любого вида, любого рода контейнер, уже существующих, которые перевозят сейчас и на баржах, на кораблях, на железной дороге либо на автотраках, мы все эти грузы сможем перевозить на наших системах. То есть быстро ставится груз без задержки и наше транспортное средство автоматически под заданной программой по своим алгоритмам двигается в нужном ему направлении и там разгружается и двигается, работает дальше. То есть есть возможность сделать автоматизированное передвижение всех пассажиров и грузов и это будет гораздо быстрее. Наши товары будут стоить гораздо дешевле, будут приходить гораздо быстрее. И получается, что прибыль со всего этого еще и будет идти людям, самому народу, который всем этим и пользуется. Именно такие потрясающие возможности Анатолий Эдуардович дает каждому человеку, потому что считает, что такими технологиями должны владеть люди. Это не должно пойти в коммерцию. Поэтому на все предложения, которые ему делали по тому, чтобы давайте мы закроем все финансирование и 51% вы отдадите, он не соглашался, потому что понимал, что из этой самой полезной технологии сделают самый дорогой продукт, будет еще дороже, чем на самолете лететь. И кто-то будет получать огромные прибыли просто за то, что это лучшие характеристики. Анатолий Эдуардович хочет, чтобы это народу принадлежало, тогда в коммерцию это никак не зайдет. И получится, что мы будем платить соразмеримо стоимостью использования данной технологии. А это ниже всего стоимость из всех традиционных и нетрадиционных видов транспорта. То есть дешевле всего будет построить, использовать, при том, что наилучшие характеристики будут всегда с нами. И это действительно самый дорогостоящий, самый прибыльный и самый коррумпированный бизнес в мире. Транспортная инфраструктура. Но не стоит же останавливаться из-за этого, не стоит бояться. Людям нужен лучший мир. И если сейчас нам ходить по дорогам своего города возле своих домов опасно, в некоторых городах уже дышать нечем, в некоторых городах, например, как в Санжелесе, люди более 300 часов в год тратят на просто сидение в машине, в пробке, это не может так продолжаться. И мы не должны останавливаться, тем более, когда видим такую пользу. И есть множество стран, которые в первую очередь будут рассматривать инновации, которые будут рассматривать все самое лучшее, не будут скупиться и будут брать это лучшее для народа в своей стране, для своего континента. А совместно, если нас станет достаточно много, мы просто сможем выбирать это как главный транспорт для всего мира и создавать общую сеть Transnet. То есть, чтобы мы могли на одном транспорте сесть и передвинуться в любую страну, в любой город, переходя, может быть, максимум со станции на станцию, которая находится в одном здании, чтобы поменять направление. То есть, возможности с помощью такого экологически чистого, безопасного транспорта, очень экономичного и такого потрясающего по своей структуре, то есть, он будет находиться над нами, и он настолько ажурный, так мало материи занимает нашей планеты, что его не будет особо сильно видно, он не будет нам мешать, не будет сильно загораживать нам солнце, можно об этом не волноваться, у нас сейчас во многих городах все напичкано проводами, а здесь внутри можно проводить инфраструктуры, то есть, вдоль самой трассы проводить и электричество, и интернет, то есть, информационная инфраструктура и энергетическая инфраструктура, плюс транспортная инфраструктура, три штуки вместе, и расширение его технологий достаточно обширно, потому что есть и вот на шельфе моря и к поселения, так скажем, из здания жилые и морские порты с потрясающей эффективностью, то есть, таким способом мы можем не тратить огромное количество средств на то, чтобы сделать порт, так сказать, убить его и воду рядом с ним, чтобы там нельзя было жить и купаться, а сделать подальше его, на шельфе моря, то есть, там, где еще ровные ровные полок, но идет продолжение глубины, то есть, увеличивается глубина, ставить по тем же технологиям Юницкого подобные порты, и прямо оттуда любой транспорт может подплыть, подойти, как говорят, по воде мы ходим, вот, и сгрузить весь свой груз, то есть, любого размера, не в зависимости от того, маленький он там или большой, это очень-очень экономично, и на самом деле простое в подобных сферах миллионы в день, то есть, одно транспортное средство с огромным количеством груза, если вот стоит, не получается по какой-то причине там, доехать, разгрузиться, еще что-то, это огромные затраты, и платим за это мы, конечный потребитель, да, мы, господа, именно мы за это платим, поэтому в интересах каждого человека сделать подобную прекрасную, так скажем, технологическую основу, базу для жизни везде, везде, где это возможно, где это необходимо, где живут люди, поэтому, дамы и господа, развивайтесь, интересуясь, уже множество информации Анатолий Эдуардович передает о линейных городах, о эко-поселениях, кластерного типа, где вы сможете перемещаться из любой точки в любую точку, из города в город, либо в другой город, с одной пересадкой, либо вообще без пересадки, то есть, озеленяемые здания полностью, как называется, устойчивые, то есть, города и здания, которые себя так скажем, полностью обеспечивают. И новая электроэнергетика, которую предлагает Анатолий Эдуардович, которой хватит более чем на 5000 лет с использованием бурого угля сланцев планеты и микроорганизмов, где мы будем получать на выходе чистую электроэнергию в огромном количестве, так что будет хватать всем, кто живет рядом с этой зданием доминантом в кластерном типе. И гумус, восстановление почвы, то есть, технология экологическая, у которой на выходе еще и два совершенно уникальных и полезных для нас продукта. И Анатолий Эдуардович, при том, что даже еще мы не закончили развитие проекта струнного транспорта, уже предлагает и рассказывает, работает насчет этого вместе с несколькими конструкторскими бюра и презентует в Арабских Эмиратах и по всему миру, потому что есть уже и страны и города, которые готовы к реализации подобных проектов, которые ищут, смотрят наилучшие выходы для жизни их людей. Например, как в Индии они собираются сделать Smart Cities, серию из ста умных городов. И именно поэтому интересовались нашим транспортом, потому что новые города нужно, так скажем, обеспечивать новым, новым транспортом. И подобные здания можно будет строить где угодно. Сейчас, если вы зайдете на Анатолий Юницкий на YouTube либо на Sky World Community, презентовали буквально недели две назад новое видео, такое мультяшно собранное, но с потрясающим описанием, как линейные города войдут в нашу жизнь сейчас, в наш быт, и насколько комфортно, приятно и эффективно мы сможем проживать в подобных городах. Стоит только поинтересоваться, дамы и господа. Ведь это не космос, это не супербудущее, до которого 20-30 лет. Как говорит Анатолий Эдуардович, у меня идеально простые технологии по законам физики 5-7 класса советской школы. Ведь вот сама дорога, это струны, пучки струн, предварительно натянутые, и поэтому они становятся очень, можно сказать, ровными, прочными, и по ним может ехать транспорт. То есть минимум материи максимум пользы. Все это в корпусе рельс, в специальном бетоне, чтобы забирало шум, не давало шуметь и фиксировало, плюс антикоррозия, чтобы дольше служило. И в этот корпус сверху стальной рельс, а сверху мотор-колесо, то есть стальное колесо по стальному рельсу самый высокий коэффициент полезного действия. То есть минимум, минимум ресурсов, минимум деталей и максимум пользы, которые можно выжать из этого. И множество видов трасс, разные виды трасс, разные участки, разные климаты, подвесной, навесной, монорельсовой, бирельсовой. То есть Анатолий Эдуардович продумал комплексное решение транспорта, чтобы он действительно мог подходить, и мы на своих заводах могли делать любые заказы. Конечно же, они будут расширяться, потому что в вечной мерзлоте нужно будет свое, например, там свой состав, например, металлов либо пластика. В вечной жаре в Арабских Эмиратах, где плюс 60 лет, там немножко другие. То есть изменения будут со временем и ближе будет. в северном регионе заводов северные распространяют, делают в южном, в южное, то есть будет разделение. Но даже уже сейчас у нас три завода, на котором мы делаем все это в железе максимально качественно и сертифицируем, что транспортные средства, что трасс. весь мир будет открыт для человека 21 века. И даже с такими маленькими транспортными средствами, но именно с той логистикой, которую предлагает Анатолий Эдуардович, это будет фантастически большой пассажиропоток. И даже в крупных городах, как говорит Анатолий, мы должны тратить не более 20 минут на перемещение, а со скоростью 150 км в час, и если мы садимся на этой станции, пишем, куда нам нужно. У нас такие же единомышленники сели в маленькое транспортное средство, и оно получается без промежуточных станций, вот вышло на общую магистраль, один раз разогналось, один раз только тормозило, потратило минимум энергии, максимум времени находилось в максимальной скорости, и получается, вы быстро, экологически чисто, безопасно и очень дешево добрались до нужного места. При этом вы все время были свободны, вы могли общаться с другими людьми, работать, разговаривать по телефону, отдыхать, наслаждаться красивым городом либо природой за окном вашего транспортного средства. То есть сейчас, в скором времени, государства и думы, то есть корпорации, возможно, для каких-то своих больших масштабов компаний будут покупать эти транспорты, то есть будут покупать, например, нам, вот в Даугу в Пилс, нам, например, две трассы, пожалуйста, которые будут соединять все, одну большую и одну какую-нибудь внутри, так, чтобы можно было примерно еще восьмеркой перемещаться между ними. Всего две трассы нужно и, например, 30 транспортов на там больше, чем 50 тысяч населения. И эти даже 30 транспортов, то есть они придут на помощь другим видам и чем более эффективно они будут себя показывать. Потом скажем, так, у нас трамваем не пользуются, у нас недавно просто ветку трамвая сделали, при том, что рядом в Белоруссии дешевле еще делают подобный вид транспорта и уже сертифицированы по тем, так скажем, необходимостям, те скорости и те пассажиропотоки, которые у нас здесь. То есть можно было, блин, прямо тут уже реализовать маленький проект, при том, что у нас заводы прямо под боком, это все бы стоило гораздо дешевле, чем развивать какие-то новые проекты в арабских странах, где все в три раза выше. И то есть эти корпорации либо государства будут покупать сначала такие объекты, как вот наш общественный транспорт и мы будем им пользоваться. Но как только разрастутся эти дороги в разные стороны, мы сможем покупать собственный транспорт, оборудовать его по собственным желаниям для работы, не знаю, перемещений, чтобы это был как офис, либо наоборот отдых, если вы между работами перемещаетесь, чтобы вы могли там отдохнуть, выходите, транспорт идет на стоянку, например, ожидает вас, а вы идете по своим делам. То есть поначалу это будет общественно, а потом это уже будет массово и в личное использование. Потому что это машина, это электрокар, просто на новый уровень, новый тип жизни. И, конечно же, эта технология серьезно облегчит нам жизнь. Потому что передвижение всего транспорта, грузов, пассажиров, оно уменьшится, оно не будет настолько необходимо на первом уровне и уйдет на второе, на второй уровень. То есть весь, кроме того, что освободится первым, так он еще, второй уровень станет автоматический. Мы вообще в большинстве забудем о том, что это была какая-то проблема, что нужно было часами сидеть каждую секунду внимательно за рулем и рулить, быть в полной-полной готовности справляться с любой ситуацией на дороге, на скорость 100 км в час, 50 км в час, либо 150. А сейчас мы сможем заниматься чем угодно. И на сам транспорт, наши же технологии, которые мы изобрели, будут работать на нас, будут нам помогать. Ведь это умные машины, полуандроиды с искусственным интеллектом, заложенные органитно, все вместе связаны между собой, принимают общие решения. И каждый транспорт, каждая анкерная опора, станция, промежуточная опора, все связано между собой. И все решения, если, например, видно какое-то препятствие, например, получилось каким-то образом. Одна машина, если это увидела своим машинным зрением, то есть есть полное, так скажем, получение информации снаружи транспортного средства. И все, все транспортные средства тормозят, делают другую скорость, безопасную, то есть все работает совместно и автоматически. Человеческий фактор практически убран. На 300 километров, на сотни транспортных средств трассы всего один человек. И еще один, который как бы безопасность, если с первым что-то случится. То есть два человека, сотни, если не тысячи, транспортных средств на определенном оздоровенном куске трассы могут проследить, управлять, а все остальные люди получаются свободны от этого. Закрывающая технология дает возможность людям творить. А внутри даже маленькое транспортное средство имеет более 250 датчиков для полного комфорта и безопасности пассажиров. То есть безопасность и эффективность данного транспорта юницким доведена до самых высоких пределов. И мы только даже этим транспортом за 100 лет спасем около 15 миллионов человек. А за 100 лет даже больше. 150 миллионов человек. и более миллиарда спасем от инвалидности, просто перенеся более эффективный транспорт на второй уровень, освободив первый уровень. И это мы можем сделать с вами. Каждый это уже делает те, кто поддержал данный проект. Те, кто даже просто изучает и уже готовится к миру новому, который может поделиться этой информацией с другими, даже если сам решает, что ничего не хочет делать. Знания имеют огромные возможности. И это новый мир. Новый мир, безопасный мир, быстрый мир, где вся планета цветет вместе с нами. Самая лучшая система, которую можно было только изобрести, сделала Юницкий, и сейчас успешно мы вместе ее реализуем. и уже через несколько лет, как только первые адресные проекты, которые уже строятся, дамы и господа, обращаю ваше внимание, первые адресные проекты уже строятся, уже они запущены и уже пошли первые транжи. Значит, уже компания до выхода на самофинансирование, до окончания 15 этапа, можно сказать, если мы очень быстро сейчас не закончим, уже будет в следующем году получать дивиденды. то есть компания настолько серьезно развилась и то, что несколько лет назад еще просто казалось невозможной фантастикой будущего, сейчас уже реализуется, но еще мы не закончили, 15 этап не за горами и каждый человек важен так же, как на первом этапе, так и сейчас, потому что последние этапы, 15 этап это самые дорогостоящие работы. У нас 8 миллиардов человек, и мы действительно можем, мы можем изменить этот мир, мы показываем, что мы его действительно, кто бы мог подумать, что люди смогут создать новый вид транспорта, это вообще в голове не укладывается, как-то всем вот известно, вот есть те, что с детства видишь транспорты вокруг себя, ну вот они есть, хотя сейчас немножко проще сейчас появились разные электромотоциклы, моноколеса, самокаты, которые могут до 100 километров в час разгонять и так далее, то есть видно, что много чего нового появляется, но все на том же первом уровне, все еще больше усложняет, дизитализирует, а здесь все массы на нашей планете смогут эффективно пользоваться и делать, так скажем, наилучший эффект от своей жизни с максимально быстрыми скоростями. Это действительно будущее, новый уровень, новый уровень жизни людей и каждый человек может стать совладельцем каждого, каждый человек сможет участвовать и в будущих проектах, ведь этот закончится, выйдет на самофинансирование, мы будем делать заводы по производству гумуса, чтобы восстанавливать почву больше, чтобы, так скажем, делать плодородную пустыню и там, где сейчас пустыня, чтобы были Эдемские сады с мощной зеленью, с флорой, фауной, с огромным количеством плодов, потому что наша планета может нас прокормить без проблем, если мы сами же не будем им мешать, но для этого людям, поскольку не они делают негативные влияния на нашу планету, людям нужно взять свою жизнь под контроль, нужно взять в руки управление нашим прекрасным домом, нашей планеты земля. И эти города, они уже будут очень скоро, расширение завода будут очень скоро, сотни тысяч адресных проектов уже будут очень скоро, новая электроэнергия, экологические дома, которые сами себя обеспечивают, линейные города. Уже сейчас и даже в период пандемии, когда были перекрыты границы, все равно соседи и даже с дальних стран партнеры инноваторы, государственные деятели приезжали и в Белоруссию, и в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы увидеть, какой мир будет вскоре. Потому что сертификаты уже частично получены, уже в большей степени по всему проекту сертификаты получены, и рассчитывать, что что-то остановится или не получится, уже нет никакого смысла. Риски сейчас на 14-м этапе, они есть, как и всегда, как и во всем. Даже жить и дышать есть риск, потому что уменьшаешь продолжительность своей жизни. Но то влияние, которое уже может делать эти инновационные технологии, бесспорно для многих людей, которые следят за движением и развитием Skystream Technology. Власти Шарджи уже, так скажем, полностью убедились, и то строительство, которое мы там видели сейчас в марте, полностью подтверждает, что мы на периферии, на самой первой, так скажем, зрительной части SRT айпарка, то есть научно-исследовательского центра, и мы представляем, можно сказать, как бы то его, то есть мы показываем, что мы часть этого будущего, которое всех ждет. Самый инновационный, самый надземный, самый скоростной, самый безопасный, самый экономичный, самый легкий интервьюривный и самый экологически чистый транспорт, для всех живых существ, для всего народа и совладения только людям. У всех есть возможность поучаствовать в этом, либо словом, либо делом, либо ресурсом, либо временем, нужно только поизучать, поэтому, дамы и господа, прошу вас, заходите на сайт skyway.capital, обращайтесь к тем людям, которые вас пригласили сюда, если вы хотите такой мир, если вы хотите будущее безопасное, если вы хотите, чтобы в наших городах была возможность прямо внутри городов, чтобы у нас плодовые деревья росли, это возможно сделать, как у двигателей внутреннего сгорания отходят, заводы меняются, отходят тоже на периферию, в скором времени в наших городах действительно будет райская жизнь, но для этого всем нам необходимо работать над этим, и сейчас интернет, краудинвестинг, юницкий дают такие возможности, что каждый человек из любой страны, из любого континента, разговаривающий на любой языке и с любым менталитетом, может делать созидательную деятельность, улучшать этот мир, помогать, финансировать, создавать и развивать инновационные экологические технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого, становясь совладельцем данных технологий и в течение всей жизни этих технологий получать прибыль от совладения, дивиденды, либо огромной капитализации, а сейчас за просто изучение информации и передачей другим людям для того именно таким образом и получилось дойти до 14 этапа, когда один человек, Анатолий Эдуардович, поделился своей технологией и возможностью с другими людьми, и сейчас также другие люди, которых уже 500 тысяч человек делятся по всей планете, в 200 странах и регионах мира, этой прекрасной возможностью, потому что каждый сейчас в такое непростое время с компанией SkyWorld Community может улучшить мир, заниматься созиданием, создавать новое, лучшее будущее и при этом получать вознаграждение без ограничений. Это мир нового будущего, каждому по его заслугам, каждому по его стараниям, ну и конечно же все человечество как единый организм теперь уже вскоре закончат 15 этап и нас скоро будет миллион, 2 миллиона человек в SkyWorld Community и мы продолжим десятками развивать экологические проекты по всей планете во благо всего живого, но при этом и создавая самые крупные бизнесы в мире и связав нашу планету, наши страны, наши города мы сможем перейти к более серьезным технологиям Анатолия Эдуардовича и выходить в ближний космос. Но об этом я расскажу вам если вы мне напишите с удовольствием буду рад позвониться с вами например по Zoom и рассказать о целой серии его технологий в которые еще пока как бы нельзя инвестировать в краудинвестинге еще не открыты то есть проекты еще не запущены но Анатолий Эдуардович уже долгие десятилетия знакомит людей с тем какой может быть жизнь и какой она должна быть и предлагает делать ее вместе с удовольствием предложу вам разобраться в этом побольше и я и могу конечно же много об этом поведать с вами был Артем Курбанов из Дагурпаса Латвия желающий сделать этот мир лучше и передать на данный день сегодня неизвестно сколько каждому человеку отведено времени на этой планете но на сегодняшний день я точно могу сказать что это одни из самых лучших технологий которые когда-либо создавались на планете потому что реализация их серьезно изменит жизнь не только человечества но и всего живого на долгие-долгие века Анатолий Эдуардович Юницкий и Unisky.engineer развивайтесь интересуюсь и спасибо вам за внимание ведь всюду куда направлено ваше внимание то и растет с вами была компания SkyWorld Community и для вашего образования и наслаждения сейчас я продемонстрирую вам потрясающее видео которое вышло буквально 19 часов назад от нашего прекрасного Анатолия Эдуардовича Юницкого будьте здоровы и до новых встреч сегодня мы находимся в одном из уникальнейших инновационных мест на площадке Анатолий Эдуардович здравствуйте сегодня мы находимся в пожалуй не побоюсь этого слова одном из уникальнейших инновационных мест на площадке вашего Юскай-центра который находится на территории научно-исследовательского технологического парка в Шарджи полгода назад здесь прошла презентация первого этапа реализации проекта нового городского транспорта где вы показали высокопоставленным гостям международным СМИ не только комплекс в тропическом исполнении но и основную необходимую для него инфраструктуру мероприятие конечно вызвало большой интерес сообщественности тогда же вы анонсировали дальнейшие этапы строительства комплекса как сейчас обстоят дела и что сделано за это время как продвигаются работы конечно мы не останавливаемся в своей работе ни на минуту и продолжаем реализацию проекта национно-городского транспорта нового типа нового поколения в Шарджи вы правильно отметили что около года назад мы начали опытную эксплуатацию тестовой трассы номер один в станции этой трассы мы находимся с гибким рельсо-струйным путепроводом длиной около 500 метров ну здесь три пролета 100 метров 200 метров 100 метров еще где-то по 50 метров напряженные участки поэтому общая длина трассы где-то 500 метров необходимо отметить что наш комплекс включает в себя не только собственно грузовой и пассажирский подвижной состав нового инновационного типа как обычно это понимают транспорт это значит подвижной состав нет сюда входит и вся необходимая инновационная инфраструктура второго уровня это станция технического обслуживания подвижного состава это пассажирская станция это рельса струнно-путевая структура система ядероснабжения и связи инженерные сети и другие элементы за это время нам удалось именно в полевых условиях на этой жале основываясь на реальных факторах провести испытания и окно-промышленную оптимизацию всех основных процессов элементов узлов тех процессов отработать правила эксплуатации системы автоматического управления решить вопросы технического обслуживания станций у нас есть еще рельсостронная стакада есть система автоматического управления инженерных сетей их очень много благоустройство ну и другие структурные элементы следующим важным этапом стала сертификация транспортно-инструктурного комплекса Юскай в тропическом дизайне но имеется в виду дизайн это не просто картинки это техническое решение это промышленное решение со всеми основными конструктивными элементами в соответствии с международными стандартами в Объединенных Арабских Эмиратах которые мы успешно прошли в 2021 году ну а стандарты требования в Эмиратах они соответствуют мировым это естественно все эти предшествующие работы позволят нам определить оптимальное транспортное инфраструктурное решение в настоящее время на территории центра Юскай строится еще две тестовые линии вот я на первой пассажирской станции нахожусь она небольшая потому что это тестовая станция и здесь маленький пассажиропоток кстати вот сертификация соответствия где показана сертификация нашего комплекса именно как комплекса где вон видите сколько составляющих и технологии и узлы и элементы и станции и опоры все это вошло в комплекс и сертификация но сейчас мы поедем на Юникаре в тропическом исполнении мы его сделали в исполнении потому что первым пассажиром планировался шейх его высочество который руководит Шаржой а фактически мы переработали городской шестиместный Юникар в обычном исполнении на четырехместный в тропическом все мы внутри тропического Юникара как я сказал он уже четырехместный два кресла сделано и два еще сиденья для сопровождающих лиц поэтому здесь усилено кондиционирование и усилена батарея накопитель энергии потому что на охлаждение на кондиционирование надо больше энергии чем на движение вот мы сейчас разгоняемся в 18-й метр в 20-й 25-й здесь скорость небольшая потому что трасса короткая тем более она седлами целоспроектирована на скорость 60 км в час поэтому мы проходим на мерчий скоростей и когда городские трассы будут то и станции близко то все равно скорость высокая не будет и для городских линий где станция находится близко друг от друга это трасса идеальна потому что она очень дешевая есть путевая структура но весит всего лишь если взять двухпутную трассу 50 кг на полномет это тяжелодорожный рельс с него можно построить допустим R65 такой же длины нашу струкную дорогу провисающая тихо поэтому это действительно уникальная система и когда сети официровали тоже официрующий орган удивлялся тем параметрам которые мы достигли и по эффективности и по ресурсоемкости у нас минимальный расход материала по надежности по возговечности по воздействию всего диапазона температур здесь на солнце конструкция модно гравится до 70-80 градусов и вот то что мы уже около года эксплуатируем практически потому что это уже не тестовая эксплуатация коммерческая не берем там цепь нет а вообще достаточно много людей катаем показываем кто ездит допустим на канат и дорогах это небо и земля между тем что у нас на канат и дорогах там неустойчиво там за канат он колебится ветер сразу начинает колебаться скорость там вообще 25 в час это достаточно высокая скорость вообще предельно для каната двухсорок если взять рынок городских перевозок то вот это решение которое мы сейчас уже эксплуатируем около года которое сертифицировано это идеально решение ну здесь еще одна машина стоит это грузовая для перевозки контейнеров тут вообще уникальный случай был мы это планировали трассу под пассажирские перевозки при этом естественно юникар имеет определенный вес определенную массу и на эту массу рассчитан на путевая структура но у нее есть запасы прочности трехкратные даже пятикратные и поэтому когда ну юникар весит где-то 4 тонны и когда стал вопрос а как посмотреть грузовую трассу грузовое решение то я решил сделать тогда наш контейнер небольшого размера то есть это может быть наш стандарт в который кстати ну все что войдет для перевозки размера тоже больше чем чемодан в котором мы там путешествуем допустим багажник автомобиля где мы тоже перевозим всякие вещи и поэтому мы сделали небольшой контейнер до 5 тонн и уже демонстрировано две машины он тоже в тропическом исполнении пассажирское и грузовое решение при этом мы эксплуатируем их одновременно на линии то есть линия показывает что у нее достаточно большой запас мощности потому что нагрузка на нее сейчас у нас фактически увеличилась больше чем два раза но она эксплуатируется в нормальном штатном режиме и себестоимость перевозок грузовых у нас очень низкая это где-то в пределах доллара за 100 тонн и километров или цент за тонн и километров то есть мы можем тонну груза перевести на 100 километров за доллар поэтому рынок тоже грузовых перевозок для нашей системы ЮСКАИ он огромен это все страны мира это вся планета управление здесь фактически старт остановка движение все состоится в автоматическом режиме и вот у нас тут оператор находится ну который эти вот команды выполняют ну прямое решение когда начинают движение когда останавливаются то здесь идет фактически не управление а контроль за управлением потому что управляет автоматическая система управления которую мы спроектировали причем мы спроектировали в логике управлять комплексом а не одной машиной потому что на трассе может быть сотни тысяч на сети дороги миллионы машин которые будут двигаться сразу скорость находиться в разных местах какие-то из них будут на станции какие-то будут пути там же будут и грузовые перевозки да и вот это вот все должно обслуживаться естественно диспетчерских пунктов где люди должны контролировать операторы как это все функционирует но все будет работать в автоматическом режиме только в случае какие-то форс-мажорных обстоятельств какие-то ЧП и так далее человек включается и принимает решение чтобы этого избежать и это тоже наша большая заслуга потому что мы впервые разработали автоматическое системо управления для комплекса а до этого обычно есть система управления машины допустим в этом обид-тест там и то она еще не доведет до конца система управления управляет только одной машиной он не управляет соседней машинами следующей машиной не управляет там гаражами заправками дорогой перекрестками переездами и так далее что происходит у нас и достаточно решения простые видите дисперска тоже у нас небольшая но она может обслуживать весь комплекс который все комплексы которые мы здесь строим все трассы все станции все машины расскажите подробнее о других объектах находящихся на этапе строительства если взять линию 2 она вот здесь вот идет то завершен монтаж 46 промежуточных опор они арочного типа и строительные работы на первой анкерной опоре заложен фундамент и нижний уровень бетонных стен на второй анкерной опоре ведутся иные строительные и инженерные работы окончание этих работ запланировано на осень 2022 года если взять линию 4 то мы стоим фактически под ней здесь также завершен монтаж 8 промежуточных опор они видны строительные работы инженерные сети на обеих анкерных опорах вот на это и дальние началась подготовка к монтажу струнно-рельсовой путевой структуры мы видим здесь леса потому что здесь монтаж будет идти и над дорогой асфальтной поэтому естественно мы должны монтировать так чтобы не мешать движению завершаются монтажные работы первого этапа это сборка анкерных узлов на анкерных опорах ведутся подготовительные работы по подключению источника питания и окончание всех работ мы также запланировали на осень 2022 года ну и к тому же мы планируем в этом году уже в конце года ввести эту линию в эксплуатацию и одновременно с этим на нашем производстве в Минске в Белоруссии разработана и изготовлена новая модель городской пассажирской модели это ЮПОТ это машина вместимостью 25 пассажиров она именно будет здесь эксплуатироваться на этой линии которая будет развивать скорость до 150 км в час и линия позволит развить такую скорость и таким образом в целом можно сказать что все работы которые мы планировали движутся по графику несмотря на все трудности и проблемы с которыми нам приходится сталкиваться сейчас ввиду особой геополитической ситуации в мире Вы рассказали о новой модели городского транспорта над которой работала Ваша белорусская команда какие еще работы ведутся сейчас в Вашем головном офисе в Минске В Минске в первую очередь сейчас идет активная работа в рамках коммерческих проектов находящихся на разной стадии реализации их много и необходимо при этом учитывать что цирк проекта всегда занимает определенное время иногда годы мы готовим первичное коммерческое предложение затем в случае подтверждения интереса заказчика выходим на технико-экономическое основание и только потом приступаем к проектным работам это достаточно продолжительный этап порой от первого знакомства с клиентом на контракт она проектирована проходит несколько лет поэтому параллельно в работе находятся десятки направлений с различным прогрессом в качестве примера могу привести на первое наше соглашение с Министерством транспорта Дубая мы заключили с РТА соглашение больше двух лет назад а подняться сотрудничать о том что им нужны наши струнные дороги и вы знаете вот до сих пор они даже еще не объявили тендер настолько длительно подготовка идет к этому потому что нам нельзя давать проект надо чтобы был конкурс и в начале это счет до тендера там было где-то около 30 претендентов с разных стран мира и РТА наняли экспертов чтобы они оценили эти технологии те поехали по всему миру посмотрели что есть что предлагается и сейчас осталось только пять предложений и могу отметить что мы в числе лидеров потому что наше вот решение самое оптимальное для Дубая ну все покажет конкурс который я надеюсь в этом году будет облиленно так видите даже вот до тендера три года кроме коммерческих проектов и связанных с ними деятельностью в Минске и в Экотехнопарке мы постоянно работаем над усовершенствованием технологий так например разработаны и совершенствуются принципиально новый концепт высокоскоростного транспортного средства отличающийся от Uniflash и происходящего по всем основным характеристикам в том числе по коэффициенту радиоинвестского сопротивления там мы динамику улучшили и поэтому нужен менее мощный двигатель чтобы получить расчетную скорость и мы улучшили комфорт внутри и вот в вариантах высокоскоростного транспортного средства для поездок на дальнее расстояние там мы уже поставим санузел там будет туалет умывальник и произведена унификация в части составности из двух одинаковых модулей когда мы одинаковые модули составляем уже в мини-поезд проработана возможность установки еще между ними дополнительной секции дополнительного модуля и тогда это фактически машина превращается в такой небольшой поезд вместимостью 25-30-40 пассажиров мы разрабатываем новые образцы подвижного состава потенциал которого по всем системам соответствует требованиям которые предъявляются в стримальных ситуациях разработка выполнена с полным соблюдением мировых стандартов по качеству разработки в том числе с использованием опыта таких стран как США и ряда европейских стран ну естественно России и Белоруссии также ведутся работы по модернизации ходовой части подвижного состава по строительству седьмой линии в экотехнопарке протяженностью около 800 метров ну а это в Марьиной горке она фактически продублирует линию которую мы из-за нее я бы давал интервью это четвертая линия поэтому там фактически дубль только для северных условий здесь тропическими странами и в продолжении научно-исследовательской темы недавно прозвучала новость что юнийский string technologies получила статус научной организации от национальной академии наук Беларуси поздравляю вас с этим событием спасибо полученный статус это подтверждение компетентности значимости научной деятельности нашей главной инженерной компании юнистской string technologies к нему мы шли очень долго и полномерно этой годы кропотливого труда и активная научная деятельность компании и учет в работе многочисленных нюансов законодательства все это стало возможно благодаря идеям ежедневной кропотливой работе и персонализму сотрудников нашей организации где можно сказать группы компаний которые я создал где около тысячи инженеров работают к слову юнийский string technologies стала девятой частной компанией в Беларуси ну за всю историю Беларуси это не так уж то есть их не много таких организаций которые имеют вот такой почетный статус сегодня у нас работает один с кандидатом наук пять сотрудников имеют ученого звание доцента более десяти работников занимаются преподавательской деятельностью в различных вузах Беларуси только за последние пять лет сотрудниками компании выполнены более сорока научных работ вот уже второй год подряд одно из приоритетных направлений для ЮСТ это выполнение неок с государственной регистрацией на 2021 году зарегистрированы пять таких работ то есть это не каждой сельской институте нет такого количества неок две из которых завершены в основном порядке патреон продолжается реализация при содействии компании проведены три международного научно-технической конференции сотрудники опубликованы более ста научных статей и пять книжных изданий имеют суду научных монографий в ноябре 2020 года агрегитован собственный испытательный центр которыми полным ходом сейчас испытания в 2021 году утверждена концепция развития научно-инновационной деятельности до 2025 года уже состоялись пять заседаний научных совета который был создан нашей компании в прошлом году за последние пять лет получены 95 охранных документов на объекты права промышленной собственности две трети из них за пределом Беларуси это получено а подано ну не менее ста заявок они сейчас мы рассмотрим с 2019 по 2021 год были изрегистрированы 20 евразийских патентов на изобретение а в 2020 году впервые получен европейский патент а в 2021 два китайских обык на бетер большое спасибо за внимание дорогие друзья надеюсь вас вдохновили все эти новости и успехи и к надеюсь побудили вас зайти на сайт и unitsky.engineer, либо unitsky.com, либо skyway.capital и поизучать ту часть информации, которая интересна больше всего именно вам. Будьте здоровы и до новых встреч. Улыбок!